Что вы будете делать, когда окажетесь в такой компании? Думаю, многие из вас об этом задумывались, мысленно представляя себя на месте гостя популярного шоу «Что было дальше?». И это неспроста, ведь многим людям там приходилось очень несладко, когда пять комиков буквально разносили каждую их фразу своими шутками и сарказмом. Грех пидору плохо петь. Это у тебя на могильном камне будет? Ты подобрал? И это его в команду взяли так в голосе? Это его тезис по жизни вообще в целом. Но что если я скажу вам, будто бы есть одна стратегия, следуя которой вы в подобных кампаниях сможете легко выйти сухим из воды? Если внимательно присмотреться к структуре шоу, то в первые несколько минут перед историей комики просто общаются с гостем, шутят над его репутацией и внешним видом. Эти несколько минут невероятно важны, и их нужно использовать для того, чтобы создать о себе максимально положительное впечатление. И оно, как ни странно, складывается из нескольких составляющих, первый из которых – это позитивный заход. Для примера посмотрите, как заходит в зал и встречает комиков один из гостей – Денис Дорохов. Вы можете спросить, мне что теперь, всегда нужно заходить в новое место с таким напором и энергией? Конечно нет. Достаточно лишь первые 6 секунд транслировать свое позитивное состояние. Именно столько времени необходимо, чтобы сформировать у группы о вас первое впечатление. Но одно лишь неверное действие в этот промежуток может сразу все испортить. Как это случилось с Олегом Майами, когда во время приветствия он неудачно пошутил про отсутствие руки у одного из бывших резидентов. Обратите внимание, какую же сразу реакцию это вызвало. И как результат, выпуск с ним получился самым скандальным за всю историю шоу. Правильно понимаешь, что ты Олег Майами, потому что в тебе много мексиканцев было тоже, как и в Майами. Однако тут есть одно «но». Прошло всего лишь 6 секунд. Чтобы с вами такого не произошло дальше, позитивного захода мало. Для создания отличного впечатления есть еще одна важная деталь. Это позитивная реакция. И это, пожалуй, важнейшие условия поведения в подобных компаниях. Ведь перед тем, как гость начинает рассказывать историю, его всегда несколько минут проверяют на самоиронию. Смотрите, негр! Вот эти 4-5 минут необходимо продержаться, позитивно реагируя на все. Если покажете хотя бы малейший негатив в эти минуты, вы проиграли. Помните, в новой компании вы гость. И до начала истории придется играть по правилам хозяев. А вот теперь-то начинается самое интересное. Пришло время рассказать историю. И при рассказе первое, чем вы можете столкнуться, это пояснительные вопросы. И тут я раз встретил первого человека в своей жизни из... Очень часто во время истории мы склонны вставлять лишние детали, которые не относятся к сути дела, позволяя слушателю легко за них зацепиться, как в этом случае. Подобная колея вопросов может легко сбить вас с толку, заставив потерять контроль над ситуацией. Поэтому, чтобы избежать подобных вопросов на ровном месте, наиболее тривиальным решением будет сократить историю, выжимая из нее самый сок. Так вы сразу убьете двух зайцев. Во-первых, дадите меньше поводов для уточняющих вопросов, а во-вторых, не позволите людям заскучать, ведь слушать длинные истории всегда скучно. Что было дальше? А? 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 Что? Но это еще не все. Есть еще один нюанс. Сделать хорошую выжимку из истории, это, конечно, шикарно, но даже это не гарантирует того, что вас не перебьют. И действительно, каким бы классным рассказчиком вы ни были, когда мы находимся в большой группе людей, нас будут постоянно пытаться перебить. Перебивание – это, по сути, основа данного шоу, и сам проект изначально зарождался вокруг этой концепции. Так как же против этого бороться? В сторителлинге есть три маленьких хитрости, которые заставят слушать кого угодно. Первая из них – это научиться делать паузу в середине предложения, а не в конце. Потому что если вы сделаете паузу в конце фразы, то дадите возможность другим вклиниться, как это видно здесь. Я лет пять пытался поступить в ГИТИС. Так, хватит. А, получается? Самое интересное, что в жизни далеко не всегда люди будут перебивать вас намеренно. Если вы останавливаетесь после сказанной фразы, то некоторые просто могут подумать, что вы закончили мысль и захотят вставить свое слово. Но если вы сделаете паузу в середине, то создадите не тишину, а интригу. И слушатели не захотят вас перебить, а захотят узнать, что было дальше. Я, блядь, должен правильно шутить? Я ничего не понимаю? Когда все максимально вот так вот, ну, папа, я перебил. К слову говоря, умение сделать паузу перед самым интересным может не только избавить вас от перебивания, но также завлечь слушателя, создавая эффект воронки. А уж если вы хотите научиться рассказывать истории очень интересно, да еще и так, чтобы она была наполнена юмором и интересными шутками, то добро пожаловать на мой новый курс под названием «Умный юмор». Если вы хотите стать не просто более остроумным, но также производить шикарные впечатления и блистать интеллектом, то вам точно сюда. На данном тренинге вы научитесь создавать оригинальный и запоминающийся юмор, сможете легко парировать неудобные вопросы, когда нужно, и если понадобится, то остроумно поставить на место любого человека. Ну и, конечно, после прохождения курса вы сможете рассмешить любую компанию, в которой бы не оказались. Поэтому, друзья, переходите по ссылке в описании и кайфуйте. И хотя пауза в середине фразы – это великолепный инструмент, чтобы цеплять внимание, все же она не застраховывает вас от перебивания на 100%. Именно для самого крайнего случая, если же вас все-таки перебили, существует вторая хитрость – это всегда доводить свою мысль до конца. И все, что на вас надето, и микрофоны, и если бы не западная цивилизация, то китайские дети бы сейчас ничего бы не шили. Даже если вас грубо перебили, не переживайте, и не стесняйтесь, и не раздражайтесь, а просто выждите перебивку и продолжите с того места, на котором остановились. Короче, в 6 лет… Сколько лет назад? Мама отдает меня… 40-50 примерно. Я очень просил ее отдать мне куда-то в… Пошел я нахуй, да. Таким поведением вы показываете, что заслуживаете высказать свою мысль до конца, и о окружении, даже у буллеров, не возникнет желания вас перебивать, ведь они уже будут понимать, что вы их переигрываете и уничтожаете своей концентрацией. Стоит отметить, что вы всегда должны помнить одну важную вещь. В любое время и в любом месте нужно говорить так, как будто вы заслуживаете быть услышанным на 100%, кто бы перед вами ни был. Разумеется, это не означает, что вам нужно просто ничего не замечать и все время идти вперед, как таран. Время от времени нужно давать обратную связь, отвечать на острые вопросы, отшелучиваться, смеяться, но потом все равно продолжать свою мысль с того момента, где остановились. И тогда, в сочетании со всеми теми методиками, что мы разобрали, вы будете буквально разрывать и разносить своей историей и харизмой в пух и прах любую компанию. Поэтому, если вы научитесь хорошо рассказывать истории, то будет интересно практически всем. Ведь хороший рассказчик сейчас на вес золота. И если вы сможете сделать любую историю интересной, то у вас очень большое будущее. Что ж, а я надеюсь, что данное видео вышло хоть сколько-нибудь содержательно. Все данные приемы, что я писал, я использую в реальной жизни, чтобы цеплять внимание людей во время рассказа. Но это все не важно. Единственное, что важно, это вы. И то, какой будет ваша история. Расскажите ее ярко. Пусть у нее будет цепляющее начало и интригующий конец. Но как же заинтриговать? Ведь жизнь это не шоу. И фразы, что было дальше, так просто интригу не сделаешь. А хотите я расскажу, как заинтриговывать в самом конце истории? Я потом вам расскажу.